А под Каневом Черкасской области вчерашний ураган унес жизнь 18-летней девушки. На платочный городок студентов, расположенный на берегу Днепра, упало дерево. Все подробности расскажет Станислав Кухарчук. После вчерашней бури этот живописный берег Днепра больше напоминает картину апокалипсиса. Ураганный ветер ломал и валил сосны, словно спички. В эпицентр непогоды угодила компания отдыхающих. Деревья падали прямо на автомобиле и палатке туристов. В одной из них в этот момент находилась 18-летняя девушка. От полученных травм она скончалась на месте. Константин с семьей хотел приехать сюда еще вчера, но его остановил прогноз погоды. Синоптики обещали бурю. Туристов, которых стихия настигла на отдыхе, он не застал. Пострадавших рано утром увезли спасатели. Говорит, хоть и отдыхает на этом берегу уже не первый год, но с таким сталкивается впервые. Такого еще не было, сколько мы ездим, сколько лет. И люди, смотрю, в панике. Кидали, обрезали нитки, и видно, что можно было собирали. Безусловно, там остатки палаток или что-то такое было. Ураган пронесся сравнительно узкой полосой. Рядом с палаточным городком деревья целы. Шквальный ветер валил все на своем пути. Без электричества остались 32 населенных пункта по всей Черкасской области. А это последствия урагана в селе Лепляве. Ветер снес кровлю с дома, разрушил фасад. А у соседей не устоял даже металлический забор. У нас с Грещенцем, там страшное такое, там оно на Германовом хуторе, там тоже, чтобы тут все, оно сливое было, а там было сухо. Без дождя один, только ветер, это такие. Нам сказали, это ваши проблемы, решайте, никто вам не будет ничего допомогать. Сегодня до трех часов дня территорию пострадавшую от буря обследовали только работники местного лесничества. Представителей районных властей, жителей Леплявого так и не видели. Узнав про наш визит, глава Канинской райадминистрации поспешил уехать, а секретарь беспокоить его не захотела. Если я вам допомогла, я рекомендую. Ближе к вечеру электроснабжение в пострадавших населенных пунктах энергетики восстановили. А вот восстанавливать разрушенную ураганом собственность, похоже, жителям придется самостоятельно. Станислав Кухарчук, Павел Тимошенко. Подробности, телеканал Интер, Черкасская область.